Мы были возле РОВД, сначала где-то порядка двух часов мы там стояли. Сначала было все спокойно, нам стало известно, что вместе с Вадимом Шибановым привезли еще семь человек, то есть этого было изначально восемь. Потом в какой-то момент времени стали подъезжать туда автомобили, это частные были автомобили с тонированными стеклами, из них выходили люди в штатском, и эти люди ввели людей. Мы понимали, что это люди задержанные, а эти люди в штатском, по всей видимости, представители правоохранительных органов. Мы видели где-то, может быть, человек 10-15, которых таким образом завели. Некоторые эти люди, мы у них спрашивали, откуда вы, с Майдана или нет, эти люди говорили, да, мы с Майдан. Откуда другие люди, мы не знаем, то есть мы можем только догадываться, пришли ли они с акцией или это просто задержанные где-то в городе. Как только мы приехали к РУВД, мы потребовали, чтобы к нам вышел дежурный. РУВД Кировская очень сильно охранялась. На входе стоял человек с автоматом. Это был милиционер в камуфляже, в каске с автоматом. Мы очень долго требовали выхода дежурного. Дежурный майор вышел. Он с нами очень вежливо поговорил. Мы потребовали, чтобы туда впустили людей, чтобы эти процессы были максимально освещены. С нами были журналисты, с журналистскими удостоверениями. И он сказал, что передаст наши пожелания руководству РУВД. Ну, я не знаю, то ли эти пожелания не передались, то ли руководство РУВД, скорее всего, решило, что нас туда пускать не нужно. После этого мы несколько раз пытались общаться с дежурными. Мы просили, опять-таки, пустить родственников. Потому что к ночи, уже где-то, может быть, к часу ночи, там было достаточно много людей, которые были либо родственники, либо друзья тех людей, которых туда привезли. Но никого не пускали. Даже люди стали подвозить еду, то есть привезли пирожки, привезли еще какую-то еду и просили, чтобы передали задержанным. Майор, который другой там уже был дежурным, тоже отказался, сказал, что это нельзя. С адвокатами первым приехал адвокат Вадима Шибанова. После долгих, так скажем, переговоров его смогли завести. Человек, который стоял там, постовой этот, позвал дежурного. Дежурный потребовал, чтобы все люди, которые там находились, то есть мы были возле входа, чтобы все люди, которые находятся возле входа, кроме адвоката, отошли на несколько метров. То есть это был я, это были мои товарищи, были женщины, еще там родственники других людей задержанных. Но, видимо, этот человек очень сильно боялся, что, наверное, на него нападут. Он был с автоматом, как я уже говорил, в шлеме, в бронежилете, но тем не менее он потребовал, чтобы все люди отошли. После того, когда все эти люди отошли, он запустил адвоката Вадима Шибанова. Через, наверное, полтора часа подъехало еще два адвоката. Их тоже достаточно долго не пускали. Но там было связано с тем, что нам нужно было четко определиться, кого они защищали. Мы связывались с адвокатом Вадима. Нам то говорили, что суд будет в два часа, потом в три часа, потом снова в два часа. В общем, все время это переносилось. Почему? Я думаю, для того, чтобы не было публичности. Поскольку в соответствии с действующим законодательством и нормой международного права, на суде могут присутствовать представители общественности, могут присутствовать пресса, и никто не имеет права запретить. Но, тем не менее, как мы видели, суд проходил при закрытых дверях. Как нам сказали адвокаты, было огромное количество милиции. То есть суд был просто оккупирован милицией. То есть боялись, наверное, что будет какой-то силовой захват. И юристы, адвокаты говорят о том, что нарушений процессуальных норм было настолько много, что даже исходя из этих нарушений процессуальных норм можно говорить о нелегальности и неправомерности действий. Но я думаю, что более детальную оценку все-таки должны дать юристы, адвокаты, которые грамотно расскажут все-таки, какие нормы были нарушены. Я могу сказать, что совершенно однозначно Вадим Шибанов, человек, которого я знаю много лет, не является ни организатором массовых заворушений, вот как ему инкриминируется. Мы стояли рядом. Мы стояли рядом, на поводах вообще. Мы стояли рядом. От эпицентра, да. Вот. То, что мы делали, в основном с Вадимом, это мы пытались убедить радикально настроенных людей не кидать ничего в милицию, не кидать ничего туда, в сторону обл. администрации. Вот. Мы пытались их успокоить, мы пытались им объяснить, что мы начали переговоры. Собственно, мы и вызвались вести эти переговоры, потому что понимали, что кто-то должен, ну так скажем, ответственный и опытный вести эти переговоры. Вот. Потому что мы понимали, что ситуация очень критическая. Очень. То есть сто или двести человек, которые там собрались в обл. администрации, какие-то бандиты с палками, с битами, они действительно представляли огромную опасность для мирных граждан, которые туда пришли. Которые многие из мирных граждан вообще не понимали, что там происходит.